МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика». В студии Александр Базаров и сегодня в нашей программе. Берег левый, берег правый. В пеле пошел новый дождь, если вы помните, залп дождя был. И у нас промыло и песок, и бетон. Он не успел затвердеть. В Чебоксарах и заливне размыло мост. Мусорный ветер. Участок находится в резерве 30 лет, на нем не производятся никакие хозяйственные работы. В Канаше прошли общественные слушания по вопросу строительства ТБО. Осторожно, лето. Прогодовала девочка, во время игры залезла по этому шкафу на подоконник, оперла себе москитную сетку. Москитная сетка не выдержала, и девочка выпала. Чем жаркий сезон опасен для детей? Первый настоящий летний ливень принес первое ЧП. Пострадал московский мост, где идут ремонтные работы. Наша съемочная группа побывала на месте происшествия и из первых уст узнала, в чем причина ЧП. Из-за сильного ливня на московском мосту случилось ЧП. Здесь обвалился мост. Вторую половину дня главная транспортная артерия столицы была перекрыта. В чем причины, узнаем прямо сейчас. Во время ремонта московского моста мы срезали асфальт для того, чтобы отремонтировать деформационные швы. Пошел сильный дождь ночью. Три часа залили бетоном, но не успели. Пошел новый дождь, если вы помните, залп дождя был. Мы воду отвели, насколько это было возможно. Но кроме этого, воду мы пустили по вот этим объездным дорожкам. Техника добавила нам, брызгала все время, добавила нам воды. И у нас промыло и песок, и бетон. Он не успел затвердеть. Мы не успели, чтобы он схватился. Сейчас, в данный момент, все службы работают здесь. В данный момент мы прочищаем ливневку, чтобы отвести окончательно воду с моста, даже если пойдет новый дождь. Движение постараемся восстановить. К утру движение будет восстановлено. Мост должен быть сзади 20 июня. Успеет ли его сделать? Я думаю, что график как был, так и останется. Это, конечно, ЧП большое. По счастливой случайности в этом ЧП никто не пострадал. Администрация города Чебоксара просит автолюбителей воздержаться от поезда к наличным автотранспорте или выбирать объездные пути. К другим новостям. 776 жителей Украины, по данным миграционной службы Чуваши, в этом году въехали на территорию нашей республики. Это на 13% больше, чем в прошлом году. Сегодня в Доме правительства прошло совещание, на котором глава республики призвал все ключевые министерства оказывать всемирную поддержку вынужденным переселенцам с Украины. С подробностями Татьяна Молокова. Андрей Фурсов, Евгений Кузенко приехали в Чувашию в середине апреля из Харькова. Рассказывают, их еще в начале весны позвали сюда друзья из Новочебоксарска. У нас в стране сложилась такая ситуация, которую вы знаете, собственно говоря, и была объявлена демобилизация. Соответственно, по нашим принципам я не смог бы стрелять, наверное, в своих братьев, сограждан. Ну и в армию, соответственно, не хотелось выходить. Это первое. Второе, это, конечно же, трудовое у нас сейчас не очень хорошо с рынком труда. То есть работа заканчивается, с деньгами в бюджете тоже не очень хорошо, а семьи кормить как-то надо. Соответственно, приняли решение не ехать в Россию. Уже здесь, в России, Андрей повредил ногу и очень удивился, когда ему оказали квалифицированную медицинскую помощь абсолютно бесплатно. По словам министра здравоохранения Аллы Самойловой, сейчас работает телефон горячей линии, куда могут обратиться беженцы с Украины и жители республики, кто готов им помочь. Мы рассмотрели возможность размещения детей без родителей в наших лагерях, особенно на период летнего отдыха и оздоровления. Порядка 50 детей в разных летних оздоровительных лагерях мы можем предоставить. Также можем разместить детей с родителями. Это дети, которые младшего школьного возраста. Пенсионеров и инвалидов готовы разместить в центрах временного проживания в районах республики. Обеспечить работой готовы и центры по трудоустройству. Сейчас в банке данных количество вакансий в четыре раза превышает количество безработных. Кроме того, есть предложение о работе с проживанием. Чтобы не было дублирования, с одной стороны, лишние волокиты и размывание ответственности. То есть администрации или руководство администрации любого муниципалитета скажет, вот они занимаются, и на этом все. То есть чтобы вникали, реагировали. И поэтому я говорю, надо вынести все на капру. И про свой доплачивый форум, чтобы могли пользоваться всей этой информацией, которая должна быть в доступной, открытой форме. Отзываться на просьбы о помощи попросил глава Чувашии иммиграционную службу. Сейчас за оформлением разрешения на проживание обратился 141 житель Украины. Из них из Луганской области 8 человек, из Донецкой 6. Оформить вид на жительство попросили 48 жителей Украины, а 29 обратились за российским гражданством. Это только официальные данные тех, кто пришел в органы УФМС. А в республике наверняка есть и те, кто пока никуда не обращался. Здесь мы определенным образом включали административные ресурсы. И граждане Украины в этом плане, в плане документирования данным видом разрешительных документов, получали приоритет. Андрей и Евгений пока еще не оформили документы, но планируют обратиться за получением российского гражданства и перевезти сюда семьи. В стабилизацию политической и экономической жизни на родине они уже не верят. На совещании глава Чувашии попросил все госслужбы откликаться на любую просьбу о помощи людям, которые многое потеряли на родине. Татьяна Молокова, Антон Вовк, Республика. В Канашском районе решают, что делать с мусором. Проблема вывоза твердых бытовых отходов назрела еще в прошлом году. Недавно в Канаше закрыли городскую свалку. Место подстроительства определяли несколько раз, но каждый раз местные жители на публичных слушаниях не соглашались со строительством пусть и современного, но все же полигона ТБО. Сегодня в Канаше прошли очередные публичные слушания. Там побывала и наша съемочная группа. Общественные слушания по строительству полигона для захоронения твердых бытовых отходов проходила с аншлагом. Свободных мест в зале совещаний местная администрация не осталась. Причем многие были готовы простоять в проходах между рядами и даже в коридоре администрации. Из-за этого процедура регистрации затянулась на полчаса. Причем приезжали сюда жители не только Канашского района, но и из других муниципалитетов. Хотя, конечно, больше всего эти слушания интересовали жители Табурдановского сельского поселения. Именно здесь должен появиться новый полигон ТБО. Хотя большинство выступают против этого. Собрание проходило в непростой обстановке. Люди приносили сюда даже вот такие рукописные плакаты. Специалистам и представителям администрации не раз приходилось буквально перекрикивать зал. По словам экспертов, это будет действительно современный комплекс. Мусор здесь будут сортировать, создавать специальные брикеты и только потом захоронять. Экологии этот полигон угрожать не будет, уверяют эксперты. В настоящий момент, в том месте, где планируется полигон 10 ГА, участок находится в резерве 30 лет. На нем не производятся никакие сельскохозяйственные работы. Но у людей, в частности у жителей Табурданова, правда, своя. Они говорят, что территория, где планируется построить полигон, является излюбленным местом отдыха. И уж тем более, никто не верит в то, что комплекс не будет загрязнять окружающую среду. Выступления представителей инициативной группы даже прерывались аплодисментами. Против строительства комплекса выступает абсолютное большинство. Их, точку зрения, поддерживают и жители окрестных Табурданова деревень. На слушаниях люди выступали довольно эмоционально. Если вы там были, вы должны видеть, какая там прекрасная люцерна. Это корма для крупного рогатого скота там растут. И эта земля никогда не пустовала, не даст соврать табурданское, яманское, маякское население. Дальше. Вот эти, эта земля используется именно по целевому значению, сельскохозяйственному назначению. Но то, что подобный полигон району необходим, уже очевидно. Существующая свалка в Канаше закрыта, и сейчас мусор вывозится в другие районы. Назревает угроза того, что в ближайшее время в муниципалитете появятся и стихийные свалки. Решит проблему только новый полигон ТБО. Изначально его планировали построить в Комсомольском районе, но на личных слушаниях там этот вариант отклонили. Сейчас эксперты уверяют, что Бурданово для возведения сортировочного комплекса является самым идеальным местом. На данный момент с города мусор вывозится на полигоны поселка Ибреси и поселка Канары Цивельского района. Куда вводят сельские поселения и район, для меня загадка. Поэтому администрации города совместно с правительством Чувашской республики добились в Москве, в Министерстве экономического развития России, выделения финансовых средств в размере 232 миллионов на строительство полигона на 2015-16 годы. Что же кто-то против, кто-то за? Окончательное решение будет приниматься в Москве. По итогам этих слушаний местные власти принимают предложения, их будут учитывать в работе. Окончательное решение по строительству комплекса будет принято в самое ближайшее время. Правда, сейчас жители требуют провести уже публичные слушания в Табурданово. Но похоже, что люди настроены решительно и отстаивать свою точку зрения они готовы до последнего. Жители Табурданово даже наняли адвоката. Дмитрий Ковалев, Александр Петров. Республика. В середине мая жители деревни Сирмопоси пожаловались, что в их пру сливаются отходы убойного цеха сельхозпредприятия, которое расположено неподалеку. 21 мая, в день первого приезда нашей съемочной группы, следов крови уже не было. Место, где из трубы обычно вытекала красная жидкость, вдруг оказалось завалено ветками и мусором. Но жители тогда представили доказательства нарушения экологического законодательства. Как обстоят дела сейчас, смотрите далее. Именно в этом месте жители деревни Сирмопоси заметили следы сельхозпереработки. После обращения в прокуратуру и на телевидение сюда приехали представители Роспотребнадзора и ветеринарные службы. Руководство предприятия пообещало, что такого больше не повторится и пока слово держат. Сейчас место, где были обнаружены отходы, почищено. Однако труба, из которой текли кровавые отходы, все же осталась. Пока у меня запаха нет. Но трубу в роднике так ее и не убрали. Мы их просим просто не сливать в наш пруд. Отходы со своего производства и убрать эту трубу. Все-таки мы хотим, чтобы ее не было. Там течет чистый родничок. С помощью жителей деревни мы будем контролировать ситуацию. Но хочется уверить, что руководство предприятия внедрит на производстве другие. Экологически безопасные технологии. И труба, выведенная в пруд, не пригодится. Приближается день медицинского работника. Праздник, который без преувеличения отмечают все. Ибо люди на земле делятся только на врачей и пациентов. Представители одной из благороднейших профессий чествовали сегодня в Щебоксарах. Известно, что в нашей стране все знают три вещи. Как играть в футбол, как учить и, разумеется, как лечить. Отсюда и наше недовольство современным здравоохранением. Вспыхивающее время от времени. Но в день медицинского работника мы забываем все недоразумения и обиды. Мы хотим сказать искренние слова благодарности людям в белых халатах. Видит Бог. Они этого достойны. Можно сказать, что миллиарды рублей мы вложили в медицину для того, чтобы отремонтировать наши клиники, оснастить современным оборудованием, отвечающим бюроевым стандартам. Это оборудование на сегодняшний день позволяет на ранней стадии выявлять болезнь. Докторам вовремя определить правильный диагноз, а потом уже правильное лечение. И все десятки, вот это на сегодняшний день позволяет. Но миллиарды, как я говорил еще раз, просто подчеркну, миллиардами, но делает все человек. В данном случае вы медицинские работники. Это они лечили в глухих деревнях трахому, организовывали фтизиатрическую службу, боролись с другими социальными заболеваниями и победили. Это они научились выхаживать крошечных человечков весом в полкилограмма. Это они освоили сложнейшие технологии, чтобы сделать оперативные вмешательства наименее травматичными. Это они помогли тысячам и тысячам пациентов вновь встать на ноги. Это они подарили людям возможность наблюдать за течением жизни. Это они возвращают людям саму жизнь. Во всяком случае у нас, мы сейчас получили в рамках программы модернизации, два аппарата CellSaver для аутоинфузии собственной крови. Как вы в курсе, если при большой кровопотере кровь изливается в брюшную полость или в грудную клетку, и сама же собственная кровь через систему фильтров подается вновь в вену. Вот такая аутоинфузия позволяет проводить операцию с кровопотери, которая может достигать путем обратной аутоинфузии до 30 литров. Тысячи медицинских работников Чувашии работают в больницах и поликлиниках, в медицинских центрах, диспансерах, лабораториях, в школах и детских садах, в социальных центрах, везде, где нужны чуткие руки, светлые головы и постоянная готовность прийти на помощь. Что бы ни случилось, они по-прежнему будут считать свою профессию самой лучшей. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. В больнице, где все под рукой, где всегда можно получить не только консультации специалистов, но и высокотехнологичную медицинскую помощь, где лечат и детей, и взрослых. Именно такие комплексы были созданы в Чувашии взамен привычных райбольниц. В Шумерле, например, межтерриториальный медицинский центр оказывает акушерско-гинекологическую, педиатрическую, травматологическую и неврологическую помощь. Здесь же есть и первичное сосудистоотделение для больных с инфарктами и инсультами. В Шумерлинском межтерриториальном центре мы были как раз в 2012 году, когда работы по его созданию были в самом разгаре. Тогда ремонтировались помещения, закупалось и устанавливалось оборудование, корректировалось штатное расписание. Сегодня, спустя два года, центр работает в обычном режиме, хотя количество посещений растет. И не только посещений. Совсем с другой нагрузкой, нежели пару лет назад, работают хирурги. Сейчас мы делаем операции при помощи атероскопа, то есть закрытой методики, которая позволяет нам проводить остеосинтез с закрытыми методиками при помощи этой СДУГИ. Атероскопические операции тоже делаем на коленном суставе. У нас сейчас появились новые доктора. Приехали благодаря политике и наше руководство, которое заинтересовало этих докторов. Мы сейчас, в принципе, обеспечены кадрами, полностью, можно сказать. Конечно, это большое облегчение для больных. Не надо каждый раз ездить в Чебоксар и ждать, когда подойдет очередь, волноваться, что возникнут какие-то проблемы и придется приезжать снова. Пациенты, страдающие хроническими заболеваниями, и вынуждены регулярно обращаться к услугам шумерлинских врачей, отмечают. Изменения грандиозные, я смотрю, в больнице. Если раньше вообще, ну, ремонт, вот ремонт замечательно все сделали, палат таки, персонал мне нравится, молодцы, все так душевно относятся. И врачи, и медсестры, и уколы, я, честно, боюсь, так уколы. Молодцы. Легко, хорошо делают. Заметно вырос и профессионализм медиков. И дело не только в современном оборудовании, но и в том, что врачи постоянно совершенствуют свое мастерство, набивают руку. Эту пациентку со сложным переломом прооперировали совсем недавно, но она уже чувствует себя намного лучше. Ну, меня так успокоили здесь. Сказали, все соберем, будет действовать, все нормально. И я поверила, и без страха, и с настроением. И мне, вообще, мне очень нравится, как относятся. Вот любую санитарку попроси, хоть о чем. Любую медсестру ночью, полночь попроси. Увеличилось количество сложных исследований. УЗИ, к примеру, в прошлом году прошли на 35% больше, чем в позапрошлом. А лабораторных исследований сделано больше в полтора раза. Электронной почты можно записаться даже, вот все это удобно очень. Ну, что еще тут? Ремонт производят. Каждый год, вот смотрю, ремонтируют. Ну, все-таки получше стала и чистота, и врачей по воле, наверное, стало. Сегодня медики Шумерли, так же, как и все работники российского здравоохранения, готовятся к профессиональному празднику. И так же, как для всех эскулапов, лучшей наградой для них станет выздоровление пациентов. Елена Гальперина, Регина Кубайкина, Андрей Спиридонов. Республика. Восемь лет ожиданий завершились счастливым событием. Семья Чухланцевых долгое время не могла иметь детей и никак не ожидала, что первенцем станет не один ребенок, а двое. Родительскую радость разделил депутат госсовета Чуваши Олег Таланов. Он подарил счастливой семье двухместную коляску. Когда рождается ребенок, это счастье для родителей, прежде всего. Это счастье для родственников, счастье для друзей, ну и, конечно же, счастье для нашей страны, потому что у нас сегодня ситуация демографическая не очень положительная. Но когда рождается двое детей, счастье вдвойне, двойное счастье. Малышам Саше и Андрею еще нет и месяца, но сегодня они опробуют свое первое средство для передвижения на колесах. Более восьми лет Михаил и Галина мечтали о ребенке, но состояние здоровья оставляло желать лучшего. Когда узнали, что двойня, ну не поверили, если честно, но до конца мы скрывали. Мы никому не говорили, ни родственникам, ни друзьям, ни на работе, никому не говорили. Под конец только, когда уже, ну после шести месяцев, уже только вот, уже живот, когда уже не скроешь, уже все начали спрашивать. Когда двойня, живот большой, говорили, ой, когда рожать, уже рожать, я говорила, нет, нет, еще не скоро. Обратиться в региональную приемную Дмитрия Медведева решилась мама Галины с просьбой оказать содействие в лечении ее дочери. Принимаемые ранее меры не помогали. Совместными усилиями депутатов и Минздрава Чувашии Галину удалось отправить на лечение в Москву и оказать материальную поддержку в получении лекарств. На протяжении всего этого времени мы еще активно созванивались, помогали и лекарственными препаратами, потому что, скажем так, та патология, которая была у Галины Евгеньевны, она была очень непростой. Вот мы очень рады. И на самом деле для нас это тоже большой праздник, что вот этот труд многих сотрудников, общественные приемные, переживания, те, которые были, да, душевные переживания наших сотрудников, они не прошли даром. Спасибо. Хотим тоже от лица семьи Чухланцевых выразить благодарность всем, кто участвовал, кто помог нам. Сотрудникам в том числе. Анастасия Алексеева, Евгений Анисимов, Республика. Осторожно, каникулы. Для детей наступило самое любимое, но в то же время и самое опасное время года. Что необходимо сделать, чтобы летняя пора не обернулась трагедией? Сегодня рассказали журналистам. Маленькие дети ни за что на свете не ходите в Африку гулять, писал Корней Чуковский. Только вот опасность подстерегает и в Чувашии, далекой от Африки злых крокодилов и горилл. Во-первых, водоемы, мест для купания в республике много. Волга, малые реки, пруды, озера. А вот официальных пляжей мало. Только с начала этого года в республике утонули 4 ребенка. Даже присутствие взрослых в данном случае не гарант безопасности. Четыре случая, которые в этом году. Два случая. Родители находились рядом. Просто детей не контролировали. Это город Шумерли и Марпасадский район. Один случай на Волге. Это случай взрослые присутствовали. И единственное, вчера в Канарском районе дети купались сами трое. Один начал тонуть, кричать. Двое испугались и побежали звать взрослых. Взрослые пришли, к сожалению, уже поздно. Кстати, в стенах дома ничуть не безопаснее. А то и наоборот. С начала года в пожарах погибло пятеро детей. В прошлом году за аналогичный период один ребенок. Ужасающие цифры называют специалисты и по количеству выпавших из окон детей. Это 9 человек. Два случая со смертельным исходом. Возраст выпавших от года до 4 лет. Причины вот этих падений, они, как правило, одинаковые. Дети самостоятельно завираются на подоконники, используя в качестве подставки различные предметы мебели. Это стулья, кресла, подставки, игрушки, что угодно, которые находятся рядом. Опираются зачастую на москитные сетки, потому что вот эта москитная сетка создает им иллюзию того, что это окно, что оно держится надлежащим образом, скажем так. И вместе с этой сеткой выпадают. Один из последних шокирующих примеров падения вечером 8 июня полуторагодовалой девочки 10 этажа одного из домов Чебоксар. Семья готовилась ко сну. Родители решили проветрить квартиру перед сном. Сами ушли по бытовым делам на кухню, оставив в зале с открытым окном двух своих дочерей в возрасте полутора лет и трех лет. Рядом с подоконником находился детский шкаф, игрушка в виде детского шкафа. По всей видимости, полуторагодовая девочка во время игры залезла по этому шкафу на подоконник и оперлась о москитную сетку, которая прикрывала открытое окно. В результате москитная сетка не выдержала и девочка выпала. По данному факту возбудили уголовное дело статья «Причинение смерти по неосторожности». Однако ребенка ничто уже не вернет. Здесь нужны меры превентивные. К примеру, блокировка на окнах, чтобы дети не могли открывать их самостоятельно. Ну а самый действенный рецепт безопасности – контроль и внимание родителей. Ольга Беречкина, Антон Вовко, Республика. Еще раз подкорректировать сценарий, утвердить список гостей и устранить возможные недочеты. Аркомитет по подготовке ко Дню Республики сегодня собрался на одно из последних своих заседаний. На повестке дня было обсуждение трех самых главных событий праздника. Это 7-й Чебоксарский экономический форум, 21-я межрегиональная выставка региона «Сотрудничество без границ». Ну и, конечно, без внимания не остались мероприятия самого Дня Республики. Ведется пиар-компания форума. Сегодня подтвердило официально более 450 участников, причем свыше 100 иногородних организаций из 24 регионов России. Работа форума будет проводиться в рамках форума панельной дискуссии, сессий, семинаров, деловых, круглых столов, выставок российских и зарубежных производителей. Одним из самых ярких и запоминающихся мероприятий Республики станет всеми любимый фестиваль фейерверков. В этом году он будет проводиться уже в седьмой раз. Тема фестиваля этого года – огни родной культуры. Кстати, запускать фейерверки будут и представители Республики Крым. Первый день будет трансляция, порядка 40 минут будет фееричное шоу под музыкальное сопровождение. Плюс и 24-й также – это галоконцерт «Славься Чуваши», который пройдет на набережную залива. Организационные вопросы мы с МЧС, МКЧС, с городом, все решаем. Вопросов, в принципе, у нас нет. Механизмы все, они отработаны. Помимо грандиозных фейерверков, в преддверии Дня Республики пройдет и 22-й Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России». В нем примут участие 26 коллективов из 19 регионов России. Общее число участников фестиваля – более 560 человек. И это помимо наших городских коллективов. Два коллектива из Китая, это провинции Анхой и Гойчжоу, и один коллектив из Италии, и также солисты из Азербайджана. Достигнута договоренность о том, что будут даны концерты китайских наших коллег, артистов в районах и городах республики. Также жители республики смогут услышать честную музыку виртуозов из разных уголков мира. Благодаря международному фестивалю-гастролеру «Музэнерготур». Мы постарались отобрать лучших из лучших, самых лучших, которые творческие коллективы, которые преимущественно даже в своих регионах не выступают, а выезжают за границей постоянно, постоянно на каких-то выездных площадках. Хотели показать вот эти самые хорошие, достойные коллективы. Все это и многое другое ждет жителей Чувашии уже совсем скоро. Юлия Важенина, Антон Вовк, Республика. Таким был вторник глазами журналистов национального телевидения. Я, Александр Базаров, с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова